Добрый день, дорогие друзья! Приветствую сегодня радиослушателей и наших телезрителей передачи «Якутс Сегодня». Меня зовут Любовь Клюкина, я являюсь директором благотворительного фонда «Харэс Хал» и по совместительству радиоведущий. Друзья, сегодня у меня невероятный гость, с которой на самом деле я уже провела несколько дней по своей основной работе. И вроде бы мы всё уже обсудили, и теперь мне хочется поделиться то, о чём мы говорили, на более широкую аудиторию, потому что это действительно весомая и важная информация для практически всех родителей. Итак, у нас сегодня Юлия Кремнёва, руководитель сообщества «Семей слепоглухих». Это такое федеральное всероссийское сообщество. Юлия, расскажите, что это за сообщество, в рамках какой организации? Это, наверное, какое-то федеральное или муниципальное учреждение? Это некоммерческая организация. Добрый день. Это некоммерческая организация. Это межрегиональная благотворительная общественная организация, которая появилась благодаря фонду соединения и активным родителям слепоглухих детей, которая сейчас имеет 38 региональных отделений, которые зарегистрированы, и семьи фактически во всех регионах нашей страны. А сколько вообще ребятишек слепоглухих зарегистрировано сейчас в России? Да, фонд соединения ведёт перепись слепоглухих, и по данным более 700 семей до 18 лет, с детьми до 18 лет сейчас в этой базе состоит. И вы работаете только с семьями тотально слепоглухих? Или есть же какие-то более широкие категории? Потому что сейчас, вероятно, наши зрители, слушатели услышат, поймут, а, это не про меня, и тогда... Что это за категории людей, категории населения, категории детей? Да, совершенно верно. На самом деле слепоглухота — это одна из самых тяжёлых форм инвалидности. Это одновременное нарушение слуха и зрения. Но это очень разные люди, и это очень разный вид нарушений. Это бывают недоношенные дети, которые рождаются, и ретинопатия недоношенных приводит к нарушению зрения серьёзному, и плюс ещё нарушение слуха. Это могут быть синдромы, как синдром Ушера или синдром Ашера, когда у человека изначально есть нарушение слуха какой-то, а потом он начинает терять зрение из-за вот этого генетического нарушения. Есть множественные нарушения развития, когда есть там очень сильная миопия, например. То есть могут быть люди слабослышащие и слепые. То есть это не только люди, которые совсем не видят и совсем не слышат. То есть большинство наших подопечных всё-таки какие-то формы коррекции и используют технические средства реабилитации, и какой-то коррекции подлежат. То есть могут быть слабослышащие слепые, или слабовидящие глухие и так далее. Совершенно верно. Ну и причинно-следственная связь, от чего это произошло, также бывает разно. Есть же, например, поздно ослепшие или поздно оглохшие, то есть в связи с какими-то травмами или с чем-либо. То есть получается, что фонд соединения, он работает со всеми этими категориями. Независимо от причин. Независимо от причин и независимо от возрастов, по сути. Да. Ну а вы именно, как бы ваша работа, это работа с семьями ребятишек. Да. Мы в основном работаем с семьями, хотя у нас и мы общаемся, и президент нашего сообщества Александр Васильевич Суворов. Это слепоглухой профессор, участник Загорского эксперимента, один из четырёх выпускников Загорского детского дома для слепоглухих, который закончил университет. Это была вообще очень известная история, совершенно потрясающая. Но теперь она уже не единична на самом деле, да? Она... Мы пытаемся повторять и сейчас всё использовать, и весь опыт, который был накоплен Советским Союзом в этом направлении. Благодаря фонду соединения этот опыт был... Этот опыт вспомнили, сделали достоянием, и это очень нам, как родителям, помогает сейчас в обучении наших детей. И специалистам тоже, естественно. Почему вы занимаетесь этой темой? То есть как вы к этому пришли? Как вы появились в этом сообществе? У меня 13-летний слепоглухой ребёнок. Никогда бы в жизни, конечно, я не подумала, что каким-то образом это может меня коснуться. Но жизнь сложилась так, что мой младший ребёнок слепоглухой. И, конечно, я прошла все стадии принятия. И в какой-то момент я работала, на самом деле, на московской бирже. До этого это была Нижегородская валюта. Хорошая должность. Да, я была главным бухгалтером и заместителем руководителя Приволжского филиала. То есть у меня была приличная работа, кандидатская диссертация. И, в общем, я была успешной такой достаточно девушкой. И никогда бы, конечно, даже не предполагала, но так сложилось. И в какой-то момент я попала в социально незащищённую группу населения. Но в ней надо продолжать жить. И нашим детям надо давать какой-то пример. И тоже жить дальше. Потому что сложно несчастной маме воспитать счастливого ребёнка. На самом деле. И так я начала читать. Я начала изучать. И вот 8 лет назад, на наше счастье, я считаю, это один из самых таких подарков в жизни. Для нас был создан фонд соединения. И мы сначала были подопечными. Мы одну из первых программ прошли как подопечные. Вместе с педагогами. Я в тот момент как раз проучилась в школе Глена Домана. И думала, почему же у нас невозможно делать комплексную диагностику. Почему же со всех сторон? Ребёнка не смотрят как целое, а смотрят по частям. И врачи выносят диагноз. А как его адаптировать к жизни-то вообще с этим диагнозом потом? И на самом деле это не имеет никакого отношения к его развитию. Этот диагноз. И у меня вот эти все границы, стыки, швы, они очень прямо были такие болезненные. И появилась тоже программа как раз в фонде соединений. Мы были одной из первых семей. В Институте коррекционной педагогики команда специалистов начала возрождать как раз вот этот опыт работы со слепоглухими. И мы попали в эту программу. И мы стали частью этого фонда. А потом жизнь сложилась так, что в какой-то момент я поняла, что меня всё больше и больше захватывает. И семьи нам... Уже как-то мы начали знакомиться с семьями. И в какой-то момент я ушла с работы предыдущей. И фонд предложил мне работать в сообществе. Которое было создано в тот момент уже. И мы были как бы членами активными, членами сообщества. И фонд сказал, нам нужны опытные менеджеры. Такие мамы. Да, да, да. С таким опытом. И вы на тот момент уже защитили кандидатскую диссертацию. Да, в 2005 году. Да, и стали уже кандидатом социологических. Да, я защищалась, когда у меня дочери старше 3 месяца. Потом не пожалели, если честно? Про диссертацию? Нет, нет. Когда сменили вот эту деятельность, погрузились в это суперглубоко. То есть где-то вы здесь остались? На самом деле очень взбудоражено было окружение. У меня очень переживали родители. Очень переживали близкие друзья. Потому что у всех, конечно, был вопрос, на что вы будете жить. Потому что это была хорошо оплачиваемая работа. И, вы знаете, это удивительно. Я до сих пор иногда думаю, что в жизни бывают такие моменты, когда вокруг всё очень тревожно и беспокойно, а ты находишься в эпицентре, и ты совершенно уверена, что всё идёт так, как нужно. И поэтому, конечно, окружение будоражило. И я, наверное, сомневалась. Но при этом... Ну, как в принципе, это свойственно любому человеку. Ну, потому что мы можем, конечно, сколько угодно говорить об идеалах, о смыслах. Но вообще дома есть дети, которых надо кормить. Вот. И как-то вот так сложилось. И я, честно, я ни разу не пожалела о том, что даже скорее... Я думаю, что в этом, наверное, есть какой-то там смысл. И не зависящий от меня. Ну, обычно, да, рождение ребёнка с особенностями, тем более, когда они, например, множественные, да, тяжёлые, это воспринимается близкими окружениями, как страшная трагедия. Да? И вот нужно её как-то вот принять. Вы говорили про стадии принятия. Я думаю, что немногие наши зрители знают про эти стадии. То есть когда они встречают семью с таким ребёнком, да, или, например, у них у самих есть такой ребёнок, то есть они так вот, да, видят отдельно, да, человека, что, может быть, что-то как-то мама не так выглядит, и что-то с ней, может быть, как-то чисто она не так себя ведёт эмоционально, как может быть принято в обществе, да. То есть какие всё-таки стадии есть у родителей, то есть и через какие стадии проходят родители, когда вот попадают в такую жизненную ситуацию? Ну, это известная же есть такая вот классификация. И на самом деле там по одним классификациям 4 стадии, 5 стадий. Но основные, первое, конечно, это отрицание. Что это не со мной? Когда это невозможно, ну, конечно, сейчас его вылечат. И я в этом была уверена, потому что нас выписывали из отделения новорожденных со словами всё хорошо, мы лежали в областной больнице с ним вместе, и он был на аппарате искусственной вентиляции лёгких, но нас выписывали со словами, что всё, опасность миновала, сейчас всё будет хорошо. Вот. И, конечно, и через месяц вдруг выяснилось, что началось не очень хорошо, да? Как раз глазами выяснилось сначала. Про слух была долгая история. Вот. И, конечно, сначала мы поехали в Питер, что нас сейчас вылечат, и это вообще не про нас. И всё закончится. Конечно. И у меня будет всё как нужно. И жизнь моя будет прежней, да? Только ещё я реализуюсь как успешная мама. Как успешная мама. Да, 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 да. Вот. Следующая стадия. Следующая стадия – это гнев. Кто виноват в этом? Кто виноват, и за что мне это, и почему я, что я такого. У меня, могу сказать, не знаю, у меня эта фаза какая-то очень прям была микроскопическая. Я не очень в ней зависала, честно скажу. И скорее, может быть, она проявлялась наружу, может быть, как-то к людям в каком-то недовольстве, что моя жизнь нарушена, я не могу быть свободной, как раньше. Мы сейчас уходим на перерыв и про третью стадию, да, самую важную, видимо, поговорим уже после него. Уходим на перерыв. Ну а мы продолжаем нашу интересную беседу. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Номера прямого эфира – 32 00 66, 32 11 66. Вы можете позвонить и свободно задать интересующий вас вопрос. И надеюсь, что мы найдём, попробуем, по крайней мере, найти на него ответ. С Юлей говорили до перерыва о стадиях принятия, да, понимания, что у тебя особенный ребёнок. Сказали, что есть стадия отрицания, есть стадия гнева. И потом, в какую стадию мы уходим дальше? Дальше наступает стадия торга. А если я что-то сделаю, то... Ну, можно же так в храм ходить. Я поставила свечку, поэтому за это должны выполнить моё желание. И это тоже такая... Ты начинаешь торговаться. И это нормальное совершенно состояние. На самом деле, эти стадии же не только когда рождение особенного ребёнка, а любое горе, которое происходит. И любая ситуация жизненная абсолютно, которая тебя погружает в такое состояние, наступает торг. И после этого наступает принятие. И потом только принятие. Ну, есть же случаи, когда мамы... Я почему говорю мамы? Потому что такая особо частая история, что остаются мамы. То есть папы как-то вот... И бывает так, да, что папы где-то... Ну, хотя есть у нас и классные папы, которые остаются рядом. А есть истории, когда родители остаются, зависают на какой-то стадии. Конечно. Даже и дальше. То есть так вот до принятия дело и не доходит. Я недавно прочитала отличный мем. Когда я был маленький, я думала, почему же взрослые такие глупые и всё время ругаются друг с другом. Когда я вырос, я понял, что взрослых нет. И все зависли в состоянии ребёнка и продолжают что-то... Мы все, да, мы все в разных находимся, да, в состояниях и в разных степенях зрелости, взрослости. И это у нас у всех есть, наверное, какие-то шансы, у нас у всех есть какие-то возможности. Мы все какое-то имеем, какие-то там технические параметры, да. Но вот у каждого складывается по-своему. Ну и получается, что вот такие вот мамы, особенно если они находятся в стадии острого отрицания, да, приходят в учреждения, в организации, где они вот в таком сложном психологическом состоянии находятся, да, не получают иной раз ответа. Именно для таких мам, по сути, и нужны сообщества, да? Конечно. Где равные с ними или практически равные по проблемам мамы могут успокоить, сказать, у меня тоже так было, да, вот, а я вот с этим вот так справилась, да. Чем ещё, кроме вот такого дружеского похлапывания или, скорее всего, таких добрых объятий долгих, да, чем ещё может помочь именно ваше сообщество? Ну, мы же ещё это коллективный разум некий, не побоюсь этого слова. И на всех, конечно, по-разному, у всех разные потребности, и действительно, кто-то слышит, кто-то не слышит, у кого-то есть. И я бы хотела просто, прежде чем перейти к тому, что для чего ещё нужно сообщество, да, очень важно научиться, что мы для себя поняли, очень важно научиться отделять свои потребности от потребностей ребёнка. И это твоё отрицание, потребности ребёнка не меняются. И когда мама в своём отрицании со своим дефицитом и со своей проблемой фактически решает свою проблему, она не очень помогает этим ребёнку. К сожалению, часто так происходит. Поэтому очень важно, и мы много об этом говорим, разделять всё-таки себя, свои потребности, свои боли, переживания от потребностей ребёнка. Потребностей ребёнка. Да. Вот. Поэтому мы исследуем как раз этой логики в своей работе. И мы разделяем, с одной стороны, потребности родителей в поддержке, в информации, в знаниях, знаниях совершенно разных. Как помочь ребёнку, как дома с ним заниматься, как создать социальный проект. Такое. Как пойти и взаимодействовать с органами государственной власти, чтобы у нас появилась новая социальная услуга, которая нам так нужна. Поэтому и второе – потребности наших детей в развитии, обучении. И, соответственно, у нас, исходя из этого, образуются программы разные сообщества. С одной стороны, есть программы для мам. Это школа лидеров. Это поддержка юриста. Это помощь психолога. Это наше какое-то сообщество, в котором мы получаем ответы на вопросы. Просто общение, и мамы иногда собираются просто в группы по какому-то поводу снять ролик. Или вместе поучить английский язык. Вот это же очень интересно. И они находят в этом тоже поддержку. Мы смеёмся между собой, что да, у нас психотерапевтические группы с элементами проектного управления. Или с элементами английского языка. Но, тем не менее, это так. А для ребятишек. Да, для детей. А второе направление – это мы уже как НКО создаём технологии, которые помогут жить, развиваться в этом мире нашим детям. И вот здесь уже мы взаимодействуем со специалистами, с государством. И ведём себя больше, как, наверное, некоммерческая организация, которая, с одной стороны, несёт ответственность за качество. И является неким таким центром и гарантом, на самом деле, уровня. И гарантом качества оказываемой помощи. Поэтому, конечно, нам надо понимать, с какими специалистами мы работаем. И мы очень трепетно к этому относимся. Как должна быть организована маршрутизация. И когда к нам родители обращаются за адресной помощью, мы обязательно анализируем и участвуем, насколько это обосновано. Понятно. Ну, чтобы эта помощь была индивидуальной. То есть какой-то такой готовый пакет, который мы вручили. Вот, раз, два, три, четыре, пожалуйста, идите. А что-то такое конкретное. На самом деле, те специалисты, которые сотрудничают с вашим сообществом, это лучшие специалисты в России. И вы к нам их привезли в Якутск, за что мы, на самом деле, невероятно благодарны. И они вот буквально в эти дни работают с нашими ребятишками, с нашими семьями. В рамках чего? Кто проспонсировал? И кто именно к нам приехал? Расскажите. Да, у нас есть программа, называется «Мамина школа». Это программа, которая связана как раз с развитием и обучением наших детей и с поддержкой семей в этом. В этом году это реализуется в рамках проекта «Новая реальность, новые возможности» при поддержке Фонда президентских грантов. Пять регионов, которые входят в проект. И счастливчики. Да, и вы одни из счастливчиков. Как раз в этом проекте. И началось всё очень банально с моей личной потребности. Ребёнка нужно было устраивать в школу. В школу устраиваться он не мог. По ряду причин, потому что непросто. И не было школ, готовых работать с ним. И у нас был один всего вариант. Это Сергиево-Пасадский детский дом для слепоглухих. Мы там были. Но в тот момент я поняла, что я не готова, с одной стороны, ребёнка оставить в интернате. И второе, если у меня есть возможности, есть какое-то понимание, зачем мы будем занимать место, если вдруг ребёнок остался без родителей, без какой-то дополнительной поддержки, без возможностей. Да, ему это место гораздо нужнее. И поэтому решили попробовать. Сделать учебное пространство для детра и для других детей. Уже так получилось, да? Да. Да, самостоятельно. Мы собрали лагерь для начала, для того, чтобы привлечь внимание к теме и вообще какое-то исследование, разобраться, потому что, может быть, это только наша проблема. Как раз фонд уже был создан, и сообщество уже существовало, но я в нём ещё не работала тогда. И всё так как-то сложилось, очень удивительно, как часто это бывает. И мы провели этот лагерь, в котором было 10 семей, и были педагоги, и мы начали изучать и смотреть, и беседовать с мамами, и знакомиться ближе. И узнавать у педагогов вообще, сколько таких детей, как устроен процесс организации обучения. И поняли, что там работы копать не перекопать. Да, 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 да. Вот. И это был первый такой частный случай. А потом, когда уже я пришла на работу в сообщество, это превратилось в постоянную программу. На сегодняшний момент мы больше, чем в 15 регионах были со школами. И в позапрошлом году у нас появилось, кроме вот таких очных выездов и лагерей, ещё и онлайн история. То есть это получается, если простым языком, то суперспециалисты с очень хорошей квалификацией, которые востребованы, есть возможность, чтобы они посетили регион, там продиагностировали детей, дали рекомендации, потом ещё и как-то их вели, сопровождали дальше. То есть не просто приехали, посмотрели, ну да, 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 у вас тут вот один, два, три, четыре, да? А что-то ещё проговорили, да? Что делать дальше, как дальше быть? Да. Да. И это совершенно тоже была из моего личного опыта история. Когда ты приезжаешь, сначала же нормальный порыв найти лучших специалистов. Да. И ты находишь, и ты приезжаешь за какие-то сумасшедшие деньги на консультацию. Куда-нибудь в Израиль или в Корею нас любят. Да, либо разовую какую-то реабилитацию в надежде, что, наверное, ну, либо просто едешь, да, с какими-то, наверное, целями, а потом ты возвращаешься домой и продолжаешь жить, а состояние ребёнка при этом не сильно меняется. То есть его не вылечивают. Поэтому постепенно приходит понимание, что это образ жизни. И вот наша-то задача. Отсюда появилась мысль, что мы не просто должны приехать, чтобы ждали следующего нашего приезда специалисты, а чтобы после нас начали прорастать, наша задача – раскидать зёрна и подготовить почву. Понятно. И поэтому вы, кроме диагностики, кроме работы с семьёй, ещё и учите специалистов, которые работают в регионах. Да. Наша задача вокруг семьи – внести какой-то свой вклад и сделать маленький шаг в организацию пространства вокруг ребёнка, чтобы, насколько это возможно, ребёнок рос в семье. Потому что на самом деле никто лучше его родных его не реабилитирует. То, что мы когда хотим взять, унести там, реабилитировать и вернуть к себе. Уходим на перерыв. Напоминаю, что мы в прямом эфире работаем и очень ждём ваших звонков. Реабилитация ребятишек с тяжёлыми множественными нарушениями развития. Это МНР, так называемые. Это вот та аббревиатура, которая наиболее страшит, мне кажется, всех родителей, которые в этом начинают погружаться. То есть вот давайте, чтобы один диагноз, не дай бог, там и ещё больше. Ну, бывает по-разному на самом деле. Много раз мы говорили, что специалисты занимаются. Что же делают специалисты? Кто вот сейчас у нас находится в Якутске? Что это за специалисты? И как они всё-таки учат родителей? Что делают? Мы приехали с командой, в которой шесть человек. Это специалист по сенсорной интеграции. Что такое сенсорная интеграция? Мы не так давно о ней узнали и стали говорить на самом деле. То есть наш удивительный мозг с одной стороны подаёт команды нашим разным частям тела, а с другой стороны получает сигналы от внешней среды. И часто работа мозга бывает нарушена, то есть не формируются нужные связи. Когда ребёнок здоров, запущена программа и происходит автоматически. Он изучает мир, он прокатывает мир, как говорит наш физический терапевт, через каждую клеточку своего тела, формируя определённые связи. Но и у всех это происходит с разной скоростью на самом деле. Конечно, конечно. И, как оказалось, можно, чтобы добиться корректных команд от мозга, можно путём воздействия снаружи разными способами... Подавая сигналы. И вырабатывая необходимые связи, немножечко помогая. То есть специалист по сенсорной интеграции. По сенсорной интеграции. Причём это может быть двигательная какая-то деятельность. Это может быть тактильная, когда мы... Разные. Чувствительная, да, разные материалы воздействуют. Второе. Это физический терапевт. Человек, который работает с телом. И она, конечно, большой специалист у нас по раннему возрасту, по детям. И это какие-то нарушения, отклонения, связанные с телесным. Потому что, когда мы говорим о сочетанных, вот этих вот, да, множественных нарушений, тут же есть очень важный момент, что невозможно всё сразу поправить. И нам надо понять, на что мы опираемся. И иногда это очень сложно понять. Потому что, когда каждый из специалистов занимается тем, что он умеет. Поэтому очень важно проанализировать всё вместе и определить вот эти важные приоритеты, которые позволят нам двигаться дальше. Следующее. С нами приехала дефектолог, тифло-сурдопедагог, фактически. У которой 20-летний опыт работы в Сергио-Пасадском детском доме, в дошкольном отделении. Это Марина Викторовна Переверзева. Да, физический терапевт Екатерина Тевкина. Да, и специалист по сенсорной интеграции, простите, да, Анна Евгеньевна Митрофанова. Все из разных городов. Да, кто-то из Красноярска, кто-то из Новосибирска. Кто-то из Новосибирска, да. У нас есть специалист по адаптивной физкультуре. Это уже, да, другая форма. То есть телесная терапия – это более бережное взаимодействие, а адаптивная физкультура – более активная такая форма. Владислав Кулич, который работает в Санкт-Петербурге, в центре тоже помощи. У нас есть Марина. Мария Ермолаева. Из Новосибирска, которая работает в центре сотворения. Она дефектолог, тифлопедагог. И тоже работает с детьми. Прошла обучение по курсу Перкинс. И у нас есть Татьяна Сапинская из Красноярска, которая работает в детском саду. Она сурдопедагог. Сурдопедагог. Да, то есть это специалист по нарушениям слуха. И со сколькими специалистами, ребятишками они работают здесь, в Якутске? Сколько вы смогли себе позволить взять семей? Да, у нас было на онлайн-диагностиках предварительно 5 семей. И здесь, в очном режиме, мы встретились с 8 семьями. И сейчас с ними уже такие углублённые занятия как раз и вместе со специалистами. Чтобы показать какие-то приёмы практически уже. Сейчас все мероприятия наши проводятся в Республиканском реабилитационном центре, где работают специалисты, которые учатся в том числе. И 9 числа завтра будут проведены такие открытые семинары, куда придут большое множество специалистов, которые работают по республике с такого рода ребятишками. Это понятно, да? То есть вот приехали на неделю, суперспецы поработали. А что дальше с этими ребятишками, с этими семьями? А дальше, на самом деле, не только же семьям нужна поддержка. Жизнь на этом не то, что не заканчивается, да? Она продолжается уже в новом качестве иногда. Да, с другими красками. Конечно. И возникают новые потребности, и нужна поддержка. Причём поддержка нужна как семьям, так и специалистам, которые теперь вовлечены в этот процесс. Поэтому работа, по крайней мере, в рамках этого гранта до конца года не останавливается. И мы говорим о том, что мы готовы отвечать на вопросы, проводить онлайн-сессии и поддерживать всё, что запущено. И какие-то там индивидуальные программы составляются, естественно, и для родителей, и для специалистов. Потому что очень важно, очень многие вещи можно развивать. И дети же от нас ждут, как от родителей. И это можно делать дома. Дома, конечно. Просто планово, ежедневно. Конечно. То есть вот такие добавлять, как это, небольшие рутинки такие. Просто прибавилась рутинка. Кроме чистки зубов мы делаем ещё один, два, три. Только их надо знать. И уж если с нашими детьми опытные специалисты иногда теряются, откуда разобраться с родителем, который с этой ситуацией столкнулся вдруг. А особенно, если совсем не было детей. Или наоборот даже, когда другие дети есть. Было по-другому. Нормы типичные, всё было нормально. А тут что вообще такое происходит? Вот эта вот мысль, о которой вы мне говорили, я хочу её озвучить на широкую публику о том, что всё, что разрабатывается для решения неких проблем у ребятишек сложных, особенных, это потом очень хорошо используется уже для нормы типичных детей. То есть это я к чему? Бытует мнение, что вот, для пяти-семи собрались, сделали, столько денег потратили, и всё. А нас тут тысячи, мы тут ждём и так далее. То есть всё, что делается для вот этих пяти-семи, это, по сути, технология, которая будет использоваться вот для этих тысячах даже. То есть специалисты сейчас научатся, да? Ну, то есть они, понятно, что имеют уже определённый базовый хороший уровень, но теперь уже, имея знакомство, возможности, они могут опять же дать своим уже подопечным центру гораздо больше. Конечно. Гораздо больше. Конечно. И они будут чувствовать себя увереннее, и они понимают. У нас очень интересный и очень важный момент – избавление специалистов от страха работы с такими детьми. Особенно молодые специалисты, да, видимо, его… Конечно. И опытные есть. У нас совершенно удивительные бывают такие, знаете, изменения, когда опытный специалист даже говорит, слушай, ну я не знаю, что с ним делать. А потом, поработав, он удивляется изменениям, которые возможны, и их это очень вдохновляет. И второй момент, о котором мы недавно смеялись с нашими педагогами, мы об этом уже несколько раз говорили, что то, что мы предлагаем делать с нашими детьми, отлично подходит нормотипичным взрослым очень часто. Потому что, ну конечно, взрослым людям с высшим образованием, потому что дефициты иногда очень схожи. Поэтому тут, в общем-то, все разговоры о различиях очень часто преувеличены. Преувеличены. Да? Понятно. Все же, тема, которую мы обсуждаем, возможно, она сложная для многих и сложна в понимании. Но я бы хотела, чтобы вы обратились к родителям, к мамам, вот сейчас, которые нас смотрят, слушают. Я так думаю, что ссылка этого эфира, она будет отправляться по WhatsApp-группам. Что бы вы им сказали? Пройдя уже сложный путь, да, определенный, находясь еще на этом пути, вот какое-то, может быть, есть у вас обращение, мысли? Ну, я на этом пути буду находиться пока жива. Да. И это просто другая жизнь. И хотелось бы сказать, что если бы, наверное, в какой-то момент в моей жизни мне показали ситуацию эту, я не знала бы, как я на это отреагировала, но в какой-то момент с удивлением понимаешь, что то, что тебе казалось невозможной бедой, оборачивается какими-то возможностями. Возможностями. Причем не только для тебя, а еще и для кого-то. И вот это как раз это чудо. И мне бы очень хотелось пожелать и обратиться. Нам очень сложно в нашей беде и вот этих обрушенных ожиданиях увидеть в наших детях людей. Отдельных. Конечно. Отдельных взятых людей. Конечно, конечно. И увидеть вот эту человеческую суть, которая по каким-то причинам оказалась вот в такой физической форме. И они требуют нашей поддержки. И это повод, отличный повод повзрослеть. И совершенно не надо бояться увидеть реальность. Потому что чем раньше мы попытаемся понять истинное состояние вещей, тем больше мы можем помочь нашему ребенку. Это удивительная вообще совершенно ситуация, когда ты выходишь из мира своих иллюзий и обращаешься к другому человеку. Мы все очень зациклены на себе на самом деле. Мы очень много о чем говорим, о гуманном отношении и много о чем. Толерантности. Да, да, да. Но мы все очень зациклены на себе. Спасибо большое, Юлия. Мне кажется, это был очень психотерапевтичный такой эфир. И мне кажется, вот эти последние слова, они были обращены даже не только к родителям особенных ребятишек, а в принципе к родителям. Очень важно увидеть у ребенка в первую очередь отдельного человека. И посмотреть по сторонам, вообще увидеть других людей. Точно, точно. Спасибо за эфир. Всем до свидания.